Добрый день! Вы искали лечение тромбоцитопении? С точки зрения официальной медицины диагноз неизлечим, последствия непредсказуемы. Что такое тромбоцитопения? Это аутоиммунный процесс. Когда с какого-то периода времени ваш организм начинает сам себя атаковать, вернее часть себя, то есть тромбоциты. Когда тромбоциты в крови начинают снижаться, появляется риск любого кровотечения из любого органа, из любого сосуда. Потому что когда рвется сосуд, а он рвется в любом возрасте и в любом месте может порваться, нарушается целостность, должны лечь, так как сеточка должна стать, белки, поймать тромбоциты и образовался тромбик. Вот эти микротромбики образуются постоянно. Вопрос в чем? Белки свертывают в систему крови. Есть тромбоцитов, которые должны попасться в эту сеть? Нет. Вот когда этих тромбоцитов количество снижается ниже 30 тысяч, ну вероятность кровотечения резко возрастает. Ну что предлагает официальная медицина? Она не может очистить вашу кровь, потому что любые экстремальные методы очистки, они, к сожалению, маломощны по сравнению с работой целостного организма. Она назначает либо гормональные препараты, а гормоны коронопрочников, увы, да, они подавляют реакцию вашего организма на собственные тромбоциты, но они подавляют реакцию организма на бактерии, на вирусы, на старые клетки, на онкоклетки. Представляете, перспектива. Да, лечится тромбоцитопения гормонами, но обостряются вирусные, бактериальные инфекции, нет омоложения клеточного состава, старые клетки тоже остаются, работают, и бесконтрольные онкологические клетки. То есть, рак может возникнуть в любой момент. Ну, еще один выход в лечении тромбоцитопении, удаляется селезенка, потому что реально считается это кладбище тромбоцитов, да, часть клеток крови там разрушается, и тромбоциты в том числе. Убрать селезенку, вроде как хорошо, вроде как тромбоциты должны подняться. Но после этого возникает другая проблема, селезенка, это иммунный орган, резко падает активность иммунитета. Это не гарантирует вас от назначения гормональных препаратов, а негативные последствия я вам уже рассказал. Я провожу лечение тромбоцитопении совершенно иным путем, я постепенно, аккуратно очищаю кровь через печень, через почки, есть два фильтра, есть еще кожа. Не вопрос, это все можно легко сделать, и по большому счету, я вам скажу сейчас интересную вещь, тромбоцитопения лечится за три недели. Дальше, конечно, вам нужно, после того, как скомпенсируется количество тромбоцитов, поддерживать свой организм в более-менее чистом состоянии. Почему? Потому что, ну, увы, обмен веществ у вас идет очень грязно, а фильтры не способны очищать кровь. Вот здесь, когда токсин находится в крови, появляется тромбоцитопения. Ну, некоторые могут увидеть другой диагноз, есть анемия. Это тоже аутоиммунный процесс. Ну, про лейкоциты я не буду говорить. Поэтому, если вы хотите реально провести лечение тромбоцитопения и избавить себя или своих близких от этого неприятного диагноза, контакты вы видите. Ну, если вы хотите идти официальным путем, если хотите лечить тромбоцитопению теми средствами, которые предлагает официальная медицина, ну, это ваш выбор. Вот, если вам, какой путь бы вы не избрали, ну, вы будете правы, это ваш выбор. Ну, а я свое предложение вам уже сделал. Продолжение следует...